Привет бойцы, с вами проект Муай Тай Си Кей. Сегодня я хочу тебе показать и рассказать про три отличные комбинации, которые ты сможешь применить не только в ринге, но и на улице. Подписывайся на канал, ставь лайк, забирай видеокурсы по самообороне на улице в стиле Муай Тай в конце и под видео. Настойчивости в тренировках. Видеокурс Стрит Тай, неуязвимый уличник. Узнай, как оставаться нетронутым в уличной траке, убойную комбинацию, а также как работать лоу-киком на улице. Ссылка в описании под видео. Итак, сейчас будете отрабатывать связочку боковой лоу-кик. Первый номер просто должен имитировать прямые, выставляет левую ручку и работает немножко, чуть-чуть в ней набрасывается, как будто это прямой. Второй номер старается держать дистанцию, чтобы прямой не достал. Из дистанции с шагом делает уклончик под руку, сокращая дистанцию. И отсюда сразу дает боковой. Первый номер сразу убирает руку с прямого и уходит в другую защиту. Мы работаем на перчатке боковой и лоу-кик. Первый номер защищается и от бокового, и от лоу-кика. То есть задача первого номера выбрасывать прямой. Только пошла атака, сразу закрылся и выставил блок. Задача второго номера немножко держать дистанцию и делать уклончики. И вы работаете от двух рук. Ваша атака, в принципе, не можете не привязываться к руке. То есть от левого прямого можете и в лево, и вправо уходить. Ваша главная задача научиться делать уклон шагом. То есть сразу вытягиваем на себя первый номер и шагом резко делаем уклончик, сокращая дистанцию. Не делая это на расстоянии, не падая корпусом назад, потому что сразу получишь прямой. Чтобы не было возможности у первого номера достать, нужно четко держать дистанцию и сокращать дистанцию с шагом. Если напарник второй номер делает это все на месте, первый номер может рукой немножко его держать дальше. Нужно делать обязательно с шагом. С шагом раз провалили, сразу боковой лоу-кик. То же самое под правую ручку. Левый боковой, правый лоу-кик. Первые номера набрасывают руки произвольно. Или левая, или правая. Старайтесь сначала медленно, спокойно, аккуратно даже работать по очереди. Когда все получается, немножко добавлять скорость ударов. И второй номер четко уже под руку старается работать. Уклончик боковой лоу-кик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Точно так же вторую связочку работаем. Первый номер работает все так же прямыми. И сейчас у нас будет связочка с уклона. С уклончика так же само. Сокращаем дистанцию и пробиваем апперкотом в корпус. Первый номер опять вернул. Локоточки сразу возвращают на корпус. И мы добавляем сюда же колено. Уже по защите аккуратно, чтобы не травмировать напарника. Если я захожу на ближнюю дистанцию, я могу взять в клинч добавить колено. Если дистанция дальняя, колено бьется сдалека. И плена корот. Колено можно бить и в корпус, и в голову. Если я четко взял клинч, дистанция короткая, можно пробить на ребра. Если есть возможность для оттяжки, можно бить в головы. То есть колено вы уже сами будете определять по своей дистанции. Ваша главная задача сделать уклон и пробить апперкотом в корпус. Левой ручкой в печень, правой ручкой под ребра, в селезеночку. И дальше отсюда сразу добавляем колено. Можно с прихвата, с клинча, можно просто с дистанции, с подшагом ноги. Если четко получилось после уклончика пробить в корпус, и первый номер сделал шаг назад, уже от твоего удара в корпус, колено бьетесь с дистанции на шаги. То есть ваша задача просто прочувствовать дистанцию под колено, а принцип тот же. Уклончик, апперкот, колено. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И третья наша связочка, она дает немножко проще и дает нам больше возможностей для работы с дистанцией. Первый номер работает точно такая же, прямые, но здесь я делаю короткий уклончик и бросаю сразу прямой. Он может быть и через руку, и с уклончика сразу. Раз-два. Здесь обязательно, чтобы первый номер, когда бросает прямой, второй ручкой придерживал защиту, сразу выставлялся. После своего прямого я сразу добавляю хайкик. Точно так же уклончик под левую руку, левый прямой и правый хайкик я достаю. После прямых ударов руками противник, скорее всего, сделает полшага нажат, и я его себе подстрою под дистанцию, под хайкик. Очень часто эта комбинация проходит, так как после прямого первые номера противники всегда делают шаг назад. Всегда первые номера, те, кто набрасывает прямые, старайтесь выставлять блоки под хайкики. То есть вы защищаетесь полностью. Второй номер нарабатывает свою связку. Внимание на первого номера, на его защиту не обращает, делает уклончик прямой и оттуда добавляет хайкик. Первый номер бросает прямые и сразу старается перекрыться. Локоточки вернуть, перчатку выставить и выставить блок под хайкик. Конечно, если дистанция короткая, я могу и дать миддл кик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Задача первого номера... Просто набрасывать прямые, он работает просто прямыми, поддавливает, старается удерживать дистанцию, при этом поддавливая прямыми. И задача второго номера сделать уклончик и сработать комбинацией, которые мы сегодня нарабатываем. То есть сделать любую связочку из тех, что делали. С уклончика апперкот или апперкотом... С уклончика боковой или апперкотом в корпус или прямой и добавить ногу. То есть добавлять можно и лоу-кик, и колено, и хай-кик. Здесь мы не привязываемся конкретно к какой-то связке. То есть мы можем под любую руку, да, под любой удар рукой добавить любой удар ногой. Но при этом суть остается та же. То есть уклон с сокращением дистанции, выброс руки в голову и сразу добавляем отсюда ногу или колено. То есть вот такая работа, она хорошо нарабатывает именно у первого номера. Это чувство дистанции, он старается работать прямыми, всегда работают двое. Первый номер нарабатывает прямые, нарабатывает дистанцию, он старается разрывать дистанцию, когда второй номер идет в атаку. А второй номер старается работать, отрабатывать, скажем так, систему работы под высокого противника. Стараться сделать уклон, стараться под ручку нырнуть, зайти поближе и отсюда сразу добавить какой-то удар рукой и потом закончить ногой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин